Урок 187. Трезвый взгляд на любовь. В мире очень много наук, религий, учений, есцепин, каждая из которых дает знания. Мы с вами изучаем науку о любви Агапы, всесторонне рассматривая, что это такое и как она действует в жизни. Кому-то это нравится, кто-то смотрит на это с усмешкой, а у кого-то это вызывает отвращение и раздражение. Так будет всегда. Ничему не стоит удивляться. Если реально рассмотреть, что же мы на самом деле изучаем в нашей школе, если сравнивать по степени глубины и сложности, то, наверное, учение о любви Агапы – это самая сложная наука из всех тех, которые можно постигнуть в этом мире. И для ее осознания и полного восприятия необходимо иметь разум Христа и наставническое служение Святого Духа. С помощью одного ума невозможно будет понять и запомнить то, что нам открывается. Нужно в этом задействовать и все свое сердце, все мысли и чувства. Но давайте в этом уроке рассмотрим то, что нам дает любовь, какие преимущества мы имеем, что мы теряем и что приобретаем. Поговорим о верующем во Христа человеке, ибо те, кто избрал этот мир, будут потеряны навсегда, ибо не веруют в Иисуса. Сначала рассмотрим жизнь без любви Агапы. Я думаю, что мы все в этом когда-то жили. А кто-то еще находится в таком состоянии и чувствует себя очень комфортно. Что происходит с теми, кто любви не имеет? Все люди выглядят примерно одинаково, и мое выражение лица будет отражать мое настроение. Я также дышу, нуждаюсь в питании, питье, в тепле и одежде. Мой энтузиазм и творческие способности помогают мне выполнять разную работу и совершать служение. Мой разум способен усваивать библейские истины и помогает мне развиваться до определенного уровня. Я достигаю знаний, необходимых для служения в церкви, и могу повысить свою квалификацию через обучение в высшем учебном заведении, где еще более детально познаю науку о спасении и другие полезные дисциплины. Но там нет предмета о любви, дружбе и счастье. Этому меня не научат ни в одной школе. Я вижу непродолжительные проявления любви при определенных обстоятельствах, и мне этого достаточно, чтобы быть как все. И вся моя церковь находится на уровне того развития, которого я достиг. Но Христос в послании к Лаодике предлагает небесные товары и личные отношения, которые не выдаются всей церкви. Их можно получить только лично. И один из пророческих товаров – это вера и любовь, которые Иисус желает не продать в самое последнее время. Поэтому то, что было возможно ранее, сейчас уже не пройдет в Божьем предвидении. События последних дней развиваются у меня на глазах очень стремительно. И я понимаю, что борьба за мою душу будет очень необычной. И мне нужно что-то, что защитит меня в это время и сохранит мой светильник горящим. Когда я услышу полночный крик, что жених идет. Если я не имею любви, то в какой-то момент в моей жизни и обрушившихся испытаний, я пойму, что я медь звенящая, которая создает много звука, а цены не имеет. И что нет мне никакой пользы от всех моих знаний и навыков, и все мои жертвы, и вся моя жизнь. Ничто. И все, чему я научен, не имеет смысла. Все это почему-то не действует во время кризиса. Хотя внешне я продолжаю держаться молодцом, но внутри меня буря, тьма и страх. Что же будет со мной? Пройду ли я через эту бурю? Я замечаю, что всех моих опытов и знаний недостаточно, чтобы преодолеть свою внутреннюю тьму. И нужно что-то сверхъестественное, что перенесет меня через это. Без любви я рискую потерять свое спасение, ибо мои чувства не умеют точно распознавать грех и тем более с ним бороться. Я буду вести войну своим духовным интеллектом, прося Бога побеждать это сражение. Но мой дом остается незанятым после очередной победы, и злой дух спокойно может туда вернуться. Там, где нет любви, заводится все, что угодно, и мне становится еще хуже. Без любви я никогда не смогу познать глубину любви Бога, ибо любовь притягивает подобное и открывает это в своем свете. А Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Боге. И как познать Творца? Без Творца в сердце. Это как знать о нем все из книжек, но не знать его лично. А глубокое познание Бога очень важно. Без любви в различных испытаниях я, скорее всего, стану поступать по поте, хотя сам не буду этого замечать. Ведь я верующий. Дух самонадеянности может ослепить меня, и я буду уверенно ходить во тьме, зная, где что находится в известной комнате. Но любая незнакомая местность обескуражит меня. Я не понимаю, насколько мне нужна любовь до последней битвы. Но я настолько привык жить без нее, что, возможно, уже никогда не буду в ней нуждаться. Я привык все делать без Святого Духа. И думаю, что во мне достаточно знаний, чтобы все преодолеть. Я верю в Божию силу, что Он меня защитит. И в последнее время, и моя вера способна переставлять горы. И любовь тут ни при чем. Пусть ее приобретают слабые сестры, которым нечем заняться. А мы прорвемся. Не в первый раз. Но что-то идет не так, как всегда. В глазах победа, а внутри пустота. Так не должно быть. Можете сами продолжить этот список. Что же будет со мной, если я приму любовь Агапы? Если я постигну эту науку? Если я, встав на этот путь, не сойду с него? Даже если будет очень тяжело. Или будет очень мало времени. Думаю, стоит это рассмотреть. Любовь — это личное присутствие Христа в моей жизни, в моем сердце, в моем общении с Ним. Это целый океан возможностей и перспектив в будущем. Это новые испытания моей веры и постоянные победы в духе любви и истины. Это стремительный духовный рост в индивидуальном порядке, который дает новые знания, но не превозносит мое сердце над другими. Он открывает многие двери, чтобы служить ближним. Любовь просветляет мои очи. И я могу видеть даже во тьме, понимая, куда иду и с чем столкнусь. Как этого избежать или как победить? Любовь приносит в мою жизнь постоянное истинное счастье. И хоть испытания моей любви иногда меня удручают и приводят к пересмотру и переосмыслению многих земных и духовных ценностей, но все-таки их довольно легко переносить. И когда все решено и все осталось позади, тогда я понимаю, что я поднялся еще выше не в своих глазах, а в познании Бога. Дела плоти не влекут мое сердце. Этот голос противен мне, и я с отвращением вспоминаю горькие опыты прошлой жизни. Любовь наполняет смыслом все мое существо. Каждое дело и каждый поступок приобретают особый смысл в духе любви. Ибо имеют самый правильный мотив, хотя могут быть и не очень большими и значимыми в глазах других. Я понимаю, куда иду. Я знаю, что Бог во мне. Я жду чего-то нового, и это происходит. Я готовлюсь к вечности и имею твердую уверенность в своем спасении. Ибо без Христа ничего не могу, но всегда его вижу перед собою. С любовью я становлюсь заветной мишенью для сатаны. Но Господь моя защита. Он ведет меня на Голгофу, чтобы с ее высоты я тоже мог увидеть весь побежденный мир, за который он умер. Его глазами. И полюбить его сердцем. А в конце пути я замечаю пылающий огонь, в который меня приглашает Господь. И Он стоит в этом огне и ждет, чтобы вместе со мною пройти через это испытание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok